Меры социальной поддержки должны носить адресный характер и предоставлять их нужно только тем, кто действительно в этом нуждается. Об этом заявил исполняющий обязанности заместителя председателя правительства области Дмитрий Курдюмов. Сегодня в свой день рождения он провел расширенную пресс-конференцию. Правда, вместо поздравлений Курдюмов получил от журналистов только вопросы. Одна из основных тем обсуждения это социальные выплаты. Сейчас областные чиновники готовят пакет законопроектов, которые будут рассмотрены на ближайшем заседании ЗАГСобрания 27 октября. Изменения коснутся в том числе педагогов. Сейчас сельским учителям и педагогам-пенсионерам предусмотрена стопроцентная компенсация расходов на оплату жилья, отопления и электроснабжения. Сейчас эта сумма компенсации зависит от установленных тарифов ЖКХ, в частности на отопление в конкретном муниципальном образовании. Но областные чиновники планируют изменить эту систему и установить единую предельную сумму, которую будут компенсировать учителям. И это не больше 2400 рублей в месяц. В итоге компенсация педагогам может значительно уменьшиться. Это средняя сумма выплат. И в тех муниципальных образованиях, где тарифы на оплату тепла не чрезмерны, они не завышены, то и педагогических работников, обращающихся за этой мерой компенсации, не так много. Поощрять, скажем, вот такую посредственную, ну или я не буду даже интерпретировать по-другому работу органов местного самоуправления, наверное, за счет средств областного бюджета не стоит. Спасибо.